Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Катерина и добро пожаловать на этот канал. Сегодня мы посетим прекрасный город Турку. Я расскажу об истории Турку и мы узнаем о 10 самых интересных достопримечательностях этого города. Ну и первое в нашем месте достопримечательностей – замок Турку. Это одна из самых ценных жемчужин национального наследия в Финляндии и также одно из ее старейших зданий. Замок Турку был построен в конце XIII века во время шведского периода в Финляндии. Он был построен для защиты их провинции – Истланд, или Восточные земли в переводе, но в течение следующих нескольких столетий он выполнил самые разные функции. Это был роскошный дворец, и административный центр, и резиденция правительства, и склад, и даже тюрьма вплоть до конца XIX века. В 1987 году здание было отремонтировано, и сегодня это музей. Если вы путешествуете с семьей, особенно с детьми, я не могу придумать лучшего места, которое вам можно предложить в Турку. Дети могут здесь одеться в доспехе, в рыцарском зале. Замок состоит из двух основных замков – передний и главный замок. Период расцвета переднего замка приходится на XVII век, когда в нем располагались канцелярия генерал-губернатора и губернаторское правление. А позднее в переднем замке была тюрьма, которая просуществовала здесь до 1891 года. В настоящее время в переднем замке находятся экспозиции, посвященные истории замка Турку. Главный замок, возведенный из серого камня, является старейшей постройкой на территории замка Турку. Строительство укрепленного лагеря началось в 1280 году, и более поздние периоды Средневековья. Крепость, которая частично была выполнена из дерева, превратилась в массивный каменный замок, стоящий на страже морских путей к Турку. Когда вы пройдетесь по мрачным комнатам на нижних этажах, вы действительно прочувствуете атмосферу загадочного Средневековья. А просторные светлые верхние этажи, возведенные в XIX веке, в свою очередь, передадут дух эпохи Возрождения. И вторая достопримечательность – цифедральный собор Турку. Несомненно, самая знаменитая достопримечательность города – собор Турку. Находится он в старом центре города, на берегу реки Аура. Его массивная западная башня возвышается на 102 метра и видна практически из любой точки города. Соответственно, ее очень удобно использовать для навигации по городу. Собор занимает центральное место в ежегодных празднованиях Рождества в Финляндии. Это также резиденция архиепископа Финляндии и национальное святилище страны. Среди известных исторических личностей, похороненных в соборе – Катрин Монстатер, королева Швеции XVI века. Собор является основным собором Евангелической Лютеранской Церкви в Финляндии. Лютеранцы на сегодняшний день являются самой крупной религиозной группой в Финляндии. Собор также является величайшим средневековым памятником в стране. Номер 3 в листе достопримечательности Турку – художественный музей Турку. Если вы любитель искусства, вам непременно следует этот музей посетить. Это главный художественный музей города. Располагается он в красивом каменном здании в стиле модерн, чем-то напоминающем средневековый замок. Даже просто, чтобы увидеть здание, стоит туда прогуляться. В музее более 7 тысяч произведений искусства и в основном работы финских художников XIX и XX веков. В выставке, как правило, хорошо организованы. Музейные коллекции картин финского золотого века и современного искусства действительно впечатляют. Прямо за зданием музея находится прекрасный парк, и здесь зимой даже можно покататься на санках. А летом здесь просто очень живописный такой зеленый парк. Если вас интересует музей, это совершенно очаровательный музей Абоаветас и Арсновы. Интересный музей, где современное искусство объединяется с археологией. Два музея расположены в дворце Ретик, бывшей частной резиденции владельства табачной фабрики. Четвертая достопримечательность города – это его архитектура. Одна из поистине замечательных особенностей Турку заключается в том, что во время прогулки по городу можно увидеть различные архитектурные стили. Городской пейзаж Турку включает в себя широкий спектр архитектурных стилей различных исторических эпох. Помимо довольно простых, функциональных, модернистских зданий, которые вообще-то никому не интересны порой, Они доминируют, конечно, в городе, но можно полюбоваться большим количеством прекрасных образцов модерна, неоклацисизма, неоренессанса и скандинавского клацисизма. Эти здания в основном находятся в старых районах Турку, которые мы сейчас и видим. Один из моих любимых архитектурных стилей неоренессанса хорошо представлен в таких зданиях, как ратуша, старая главная библиотека, мы ее посетим, и церковь святого Михаила, также мы ее посетим позднее. Ну и достопримечательность номер пять. Без нее нельзя будет сказать, что вы посетили Турку. Турку, как мы уже помним, это столица гастрономическая в Финляндии. Чтобы попробовать традиционные финские деликатесы, нельзя найти лучшее место, чем рынок Турку. В поисках традиционной финской кухни прогулка по этому рынку будет лучшим способом познакомиться с захватывающей, потрясающей современной гастрономической сценой в Финляндии. Само здание является архитектурной жемчужиной, которая была построена в 1896 году. Сегодня тщательно отреставрированный зал Турку умудряется придавать чарующую ностальгическую атмосферу ушедшей эры. Я обожаю финскую еду и всегда, когда приезжаю в Финляндию, очень-очень много ем. Что же здесь такого особенного в деликатесах? Ну, во-первых, выпечка. Кирилен пирка – это такой пирог, который заполнен рисом. И обычно он подается с яйцом. Такое называется масло из яйца. На шестом месте библиотека Турку. Это старое здание в стиле позднего Ренессанса, построено в 1903 году по проекту Карла Августа Вреда. Дизайн был основан на примере шведского дворянского дома в Стокгольме. На первом этаже располагалась национальная библиотека для рабочего класса, на втором – городская библиотека для ученых. В 1912 году они объединились и стали городской библиотекой Турку. Эта библиотека в то время была третьей в Финляндии. Расширена библиотека была в 2007 году и было достроено вот такое прекрасное современное здание. Два здания представляют собой эпохи начала XX и начала XXI века. Номер 7. Церковь Святого Михаила. Расположена в центре Турку, названа в честь Архангела Михаила. Она была завершена в 1905 году по проекту Ларса Масон Камо и является одним из самых популярных храмов для свадеб в Турку. Храм вмещает порядка двух тысяч человек. Когда Сонко выиграл конкурс на строительство церкви в 1894 году, ему было дано всего 23 года для завершения церкви. Церковь Святого Михаила – это выдающийся образец неоготики в архитектуре. Очень красивое здание и, безусловно, заслуживает вашего внимания. Номер 8. Православная церковь Святой Александры в Турку. Эта православная церковь была посвящена Святой Мученице Императрице Александры. Расположена она в северо-восточном углу рыночной площади. Построена была по проекту архитектора Карла Людвига Энгеля по заказу Николая I в 1838 году. Завершена в 45-м. Храм был посвящен Александре, супруге Диоклетина, которая публично приняла христианство и впоследствии приняла мученическую кончину в 303 году. Выбор Святой Покровительницы, конечно же, мог был связанным с именем жены Николая Александры Федоровны. Номер 9. То, что действительно должно присутствовать в любом маршруте по городу Турку – это прогуляться по набережным реки Аура. Набережная очень оживленная, с большим количеством музеев и ресторанов. Многие корабли, которые у берегов этой реки, они функционируют как рестораны и бары. Насколько я знаю, особенно летом, здесь очень-очень активная такая бурная ночная жизнь. Турку – это очень тоже значительный город-университет. Здесь очень много студентов, поэтому очень весело здесь. Зимой так не особенно, потому что прохладно, а вот летом так вот активно. Номер 10. Очень знаменитая пешеходная улица – Ильюн-Пистон-Кату. Очень такая живописная улица, очень оживленная, с большим количеством магазинов, ресторанов и кафе. Особенно, что интересно, во время фестиваля ее очень красиво украшают. Время Рождества очень много интересных декораций рождественских, поэтому рекомендую прогуляться. Теперь вы знаете, что стоит посидеть, если соберетесь в турку. Вот-вот. Продолжение следует...